Всем привет, дорогие мои! Меня зовут Екатерина, я приветствую вас на этом канале, где я рассказываю вам все о моей жизни в Италии. Ну что, друзья мои, сегодня я решила пройтись по центральной Миланской Заре, посмотреть, что сейчас у нас там есть на скидочку, потому что в Милан сейчас идут скидки. Я вижу в магазинах 30, 40, 50 процентов. А, кстати говоря, в универмагере Нашента, где все самые люксовые бренды, там вообще до 70 процентов, представляете, скидочки. Ну я сейчас решила забежать здесь к Зару, на улице Корсовой на Зарес, у нас здесь в Милане, посмотреть и показать вам заодно, какие тренды, потому что, как известно, Зара в будущем масс-маркетом, однако же, копируют практически все знаменитые бренды, все новые модели, все новые тренды, поэтому будем смотреть, что у них там интересного и вам все покажу. Ну что, друзья, сейчас в Миланской Заре у нас скидки 40 до 50 процентов на все, поэтому, конечно, ажиотаж, в принципе, заметен. Сейчас я буду смотреть, что здесь есть, показывать вам то, что я буду мерить и покупать. Вот такое платьишко из хлопкового материала букле. Мне, на самом деле, очень нравится на осенний период. Оно, конечно, сейчас в нем будет жарковато, но на осень, в принципе, учитывая, что оно еще и на скидочку, можно сочетать с каким-то приятным ремнем, бежевым или серым, например, или даже можно какой-то яркий ремень, как аксессуар добавить, очень элегантно смотрится. Вот такие летние сарафанчики шелковые и очень такие летящие, так скажем, свободненькие, с рюшечками. Единственный вариант, мне не нравится вот этот рукав длинный, но, в принципе, я могу как-то его обыграть, немножечко задрав его вот таким образом вверх. Эти сарафанчики, в принципе, имеют очень доступную цену сейчас со скидкой, поэтому тоже сейчас буду мерить. Посмотрите, какие милые сумочки. Клачи я нашла с такой цепью. Они серебристо-серого цвета. Вот так выглядят. Здесь у нас, в принципе, ничего. Здесь у нас замочек. Очень элегантненький. И цена 17 евро 95 центов. Нашла очень милую блузочку голубого, такого небесного цвета, из чистого хлопка. Вот с такими бусинками наклеенными, в принципе, пришитыми. И вот с такими рюшечками за всего лишь 15 евро. Ребята, я вообще нереальный фанат любого кружева. И вот посмотрите, какую красоту я нашла бы. Смотрите, какое милое кружево. Оно в такой горошек, как бы прозрачненькое все. Вот здесь обработано немножко по-другому и с такими бусинками. Рукавчики тоже заканчиваются немножко другим типом кружева. Сангау, да. И вот здесь вот такое прозрачненькое. Смотрите, какая красота. Так, цена. Изначальная цена 49,95. Но сейчас все эти блузочки стоят 15 евро. Короче, это что-то невероятное, сколько я всего себе набрала. Посмотрите, сейчас пойду все мерить. А боюсь, что там будет какая-то гигантская сейчас очередь, потому что очень много народа. Что, ребята, применяй вот такие супер шортики, супер коротенькие. Такие прям драненькие-драненькие. Ну, это так, знаете, для начала, что это такое очень легкое нужно на лето, очень простенькое. Вот такой тоже вариант шортиков. В принципе, та же моделька, только в другом цвете. И вот с таким топичком. Как вам? Я держу, потому что они мне немножко большеваты. Как вам вариант? Кстати, это топик из детской коллекции. В нее он подошел. Вот уже буквально второй сезон, как держится в тренде именно принт с зелеными листьями. Типа такой пальмовый принт, который, в принципе, задали Дольче и Габбана уже вот два сезона назад. И до сих пор он актуален. Ну, а белый цвет, как я уже говорила, это просто хит сезона. Вот такая форма сумочек тоже нереально актуальна. Называются они Bucket Bag или сумочка-ведерко. И пошли они на самом деле из Китая, где девушки носили с собой маленькую сумочку-ведерко для бутылочки воды. Бутылочки-ведерко для бутылочки. Мне безумно нравится вот этот новый тренд на плетеные сумки-корзины. Вот именно такие сумочки-корзины сейчас актуальны даже и в городе, не только на пляже. Музыка-корзины. 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 Ну и, конечно же, яркие солнечные цвета сарафанчиков тоже, в принципе, никто не отменял. Точно так же, как и штанишки-бананы из хлопка или земна. Продолжает оставаться в моде пиджак оверсайз или бойфренд стайл, то есть такой достаточно широкий, длинный, с широкими рукавами и морской посадкой пиджака. Заядные модницы, я думаю, узнают в этих шлепанцах чистый гуччи стайл. Салатовый цвет мне лично не очень идет, потому что на белой коже это смотрится не очень, бледнит и придает желтизны. Но для загорелых девушек очень красиво. Музыка-корзины. Не знаю, как в вашем городе, но в Милане в период скидок, если зайти в зару вечером, то, конечно, находишь ее не в очень приличном состоянии. В основном все так смиксировано, намешано, продавцы не успевают за этим следить. И мы видим такой базар-вокзал, немножечко некрасиво, даже, так скажем, немножечко ужасно. Все это смотрится, накидано, набросано. Порой видим вещи даже на полу, потому что люди в гонке за скидками часто, конечно, все разбрасывают. Поэтому к концу вечера зрелище становится практически неприятное. Ну и напоследок покажу вам такое яркое пятно, бросающееся в глаза. Это оранжевая сарафана рубашка и очень красивый, нежно-бежевый пиджак с золотыми пуговицами, который стоит всего лишь 89 евро. Ребята, сейчас только подошла к одному стенду, там висели шикарные платьишки и ни одного человека. Но вот за подлостью, как только найдешь такой стенд, где никого нет, начинаешь подходить и что-то смотреть. Это какое-то притяжение энергии, я не знаю, что происходит. У вас было такое? Только подходишь, все, все посетители Зары вдруг набегают на этот стенд. И ты посмотреть не можешь, просто ничего. Ну что, друзья, к сожалению, в примерочной было практически невозможно сниматься, что-то мерить, потому что нас подгоняли, потому что очень большая очередь, потому что там очень плохой свет. В итоге сейчас просто дойду до дома и уже дома покажу вам, что же я купила по примеру и показываю вам мои покупочки в Заре. Ну что, мои дорогие, показываю вам, что я купила в Заре. Вот это платьишко очень простое, натуральный хлопок, коротенькое, легкое, летящее, я его купила за 19 евро. Дальше я купила себе вот такой простой комплектик, очень легкая, опять же, хлопковая футболочка с завязочкой. Шортики. Опа, наружу, но это на лето мне нужно. Шортики стоили 19 евро и топичек 12,95. Ну и напоследок я купила себе вот такой комбинезончик. Кажется, что юбочку на самом деле это шортик. Комбинезончик, он из такого достаточно легкого материала, я думаю, скорее всего, это вискоза, еще толком не посмотрела. Здесь такая рюшечка и, в общем-то, очень коротенький, с ремешком мне нравится. Девчонки, оцените, напишите в комментариях, как вам нравится такой комбинезончик легкий на лето. Друзья мои, я вам показала свои покупки, в общем, пишите ваши оценки моих покупок, пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Как вообще вы относитесь к Заре, к масс-маркету, я его обожаю, несмотря на то, что, в принципе, я покупаю также и люксовые бренды, но Зара это моя слабость. Поэтому, девчонки, я думаю, и ваши тоже. Пишите в комментариях, что вы думаете по моим покупочкам, любите ли вот Зару. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok